Привет, привет, привет. Как твои дела? Надеюсь, что у тебя все хорошо. Сегодня мы с тобой вместе будем пробовать корейские, скорее всего, армейские сухие пайки. Почему, скорее всего, потому что продавец из Кореи, который продает через eBay вот эти вот якобы сухие пайки, утверждает, что вот именно вот это едят корейские солдаты. Но очень-очень много это вызывает сомнений, потому что, ну, как-то очень вот так вот, ну, так вскользь написано, что типа это армейская. Ну, скорее всего, это просто некая лапша со вкусом ковядина стилизованная. Вот под такую армейскую еду. Но, как бы утверждать не буду, может быть, и правда в корейской армии вот такие вот неинтересные сухпайки. Ну, в любом случае, нам нужно это попробовать. Вот здесь, вот с другой стороны. Написан состав. Здесь все на корейском языке. Я его уже перевел. Это рисовая лапша со вкусом ковядины. То есть здесь идет рисовая лапша, соус. Если я правильно понял, сушеные овощи и вот то, что придает вкус ковядины. То есть там чуть-чуть сушеной ковядины, много-много усилителя вкуса и что-то еще. Заваривается она прямо в этом пакете. То есть вот здесь вот, если ты обратишь внимание, то вот одна рисочка для отрыва, а вот вторая. А между ними идет такой зиплок молния. То есть мы отрываем верхнюю часть, заливаем кипятком, закрываем. После этого отрываем и едим. Заваривается она, если горячей водой, то 10 минут. Если холодной водой, то нужно подождать 30 минут. То есть можно и так, и так, и горячую, и холодную делать. Но даже не знаю. Да нет, давай обе горячей водой заварим. Не хочу даже проверять, что будет с холодной водой. И мне будет спокойнее, если я все-таки это залью кипятком. Ну, как-то, ну, кипятку я доверяю. В плане его способности обеззараживать. Так, давай откроем и посмотрим, что у нас тут внутри в этих пакетах. Так, ну, тут у нас лапша. Сейчас вытащу пакетики. Пахнет это, конечно, странненько. Ну, вот, смотри. А вот там лапша. Вот, видишь, вот это лапша. А еще вон там внутри прямо насыпан рис. Ну, я так понимаю, что это какой-нибудь, наверное, уже пропаренный рис. То есть он и холодной водой разбухнет нормально. Но лучше я буду заливать это горячей водой. А здесь у нас что? Не очень понимаю, что это. Так, вот это у нас... Ну, вот, что-то мне подсказывает, что вот это будет острая какая-то паста. Но это не точно, попробуем, узнаем. Так, ну что, я предлагаю сейчас все это залить кипятком. Ну, и потом, соответственно, начать пробовать уже, что же это за лапша за такая с рисом и соусом. Я сначала хотел попробовать только одну лапшу, но потом я открыл вторую и понял, что вторая это вообще не лапша. Вот, вот в этом здесь сразу и лапша, и рис. А вот в этом наборе здесь только рис. Ну, а здесь он сразу с сушеными овощами, с сушеным мясом. И вот здесь два пакетика с чем-то. А там один. Ну, и сейчас мы узнаем, что это за пакетики. Вот здесь вот написано, что это традиционный пипимбаб соус. Некий, некий традиционный пипимбаб соус. Ну, а что в одном, что в другом написано, что сначала наливается вода. Потом мы ждем 10 минут и после этого добавляем соусы. Поэтому давай сейчас зальем это все горячей водой и что? И подождем, пока это все у нас заварится. Так, как бы это... Так, первый готов. Вот на самом деле всплывающий рис очень мешает понять, сколько я налил воды. Все, сейчас я закрываю эти пакетики. И мы ждем 10 минут, добавляем соусы и уже пробуем все остальное. Итак, давай начинать пробовать. Давай сначала попробуем... Просто рис. Вот этот. А сюда нужно... Ой. Так, он... Ну, хорошо разварился. А нам нужно сюда добавить вот эти два пакетика. Это традиционный пипимбаб соус. Традиционный пипимбаб соус. Так, что он из себя? Он из себя. А вкусный? Не знаю, что именно, как бы это должно быть в пипимбаб соусе, но он... Он вкусный. Не знаю, как объяснить вкус. Ни на что не похожий. Он острый. Он однозначно острый. Так, а в этом пакетике у нас что? А здесь какое-то масло. Так, здесь у нас масло. Мы его тоже выливаем. И теперь нам это все нужно перемешать. Ай-ть. Ай, горячо. Горячо. В руку зря все. Так, мы это все хорошенечко перемешиваем. До самого низа. Все. И... Ну, пахнет. Пахнет достаточно вкусно. Давай пробовать. Так, это рис. Получился рис. С овощами и соусом. И это вкусно. Это вкусно. Это... Остро. Чувствуются сушеные овощи, которые сейчас распарились. Рис очень хорошо распарился. Рис прямо вот, ну, какой надо. Да, конечно, конечно. Пробуй. Бери, бери, бери. Не стесняйся. Бери, ешь сколько хочешь. Но, учитывая, что вес сухого продукта был 120 грамм, то вот вареного этого риса прямо много получилось. Прям хорошая, большая порция. Нет, вкусно. Прям, ну, прям вкусно. Мне нравится такая кухня. Мне кажется, что надо ехать в Корею. Надо ехать в Корею, пробовать корейскую пищу. Я, если честно, все-таки как-то скептически относился к этому рису. Я думал, что это, ну, что-то такое будет странное. А это прям вкусно. Вот прям реально вкусно. Так, теперь давай пробовать вот этот. А здесь у нас была лапша. Вперемешку лапша. И рис. Так, ну, чисто внешне. Лапшу сейчас почему-то... Где лапша? Лапша. Лапша. Да, есть лапша. Рис. Во время того, как я сливал кипяток, весь рис сплыл наверх. А лапша опустилась вниз, она там сейчас вся внизу. Ничего страшного. Сейчас мы выльем соус и все это перемешаем. Так. Но чисто внешне соус выглядит так же, как и в предыдущем... В предыдущем... В предыдущем... В предыдущем, как его назвать-то, в рисе. Но я все-таки до сих пор сомневаюсь, что это на самом деле... А вот у этого соуса другой вкус. Он похож на концентрированный говяжий соус. На острый, концентрированный, говяжий соус. Так, ну давай мы сейчас все это перемешаем. Так. О! Острое. Аж нос пробило. Так, ну все, вроде бы... Вроде бы нормально перемешал все. Ну, давай... Пробовать. Так вот, конечно, с лапшой... Рис было удобнее есть. Давай пробовать лапшу теперь. Ну, вот это не такая острая, как предыдущий рис. Здесь уже, ну, какой-то более-менее... Более-менее понятный вкус. То есть, это говядина. Здесь прям чувствуется, что это говяжий вкус. Острый говяжий вкус. Так, надо еще. Так, сейчас. Сейчас, подожди. Сейчас я еще попробую потом тебе там попробовать. Подожди. Просто не очень удобно. Рис как бы его оба все и ешь. А лапшу ее... С нее же еще капает бульон. Да, держи, пробуй. Держи, держи. Бери больше. Бери, бери. Тут тоже получилось очень много. Да. Мне кажется, здесь получилось даже больше, чем в том. Ну, больше, чем риса. Здесь сам рис, он пропаренный. То есть, он по размеру рисинки крупные достаточно. И когда они завариваются, они примерно такого же размера остаются. А лапша распухает. Поэтому вот здесь вот получилось больше сейчас, чем риса. Ну, вот как бы тебе объяснить. Вот и то, и другое вкусно. И то, и другое вкусно. Но вот это, это ну как-то обычно. То есть, ну это просто хорошее, вкусное, ковяжье лапша. Рис практически вот, его не чувствуется, что он тут есть. То есть, вот, вот здесь вот достаточно необычный вкус самого соуса. Вот просто рис у него очень необычный. Ну, смотри, давай так. Мне понравилось и то, и другое. Просто вот это, вот это более обычный ковяжий вкус. А вот это, ну, не знаю, с чем тебе сравнить. Это ни с чем не могу сравнить. Это что-то новое для меня, какой-то новый для меня вкус. Но мне нравится. Мне прям очень нравится. Нет, я доволен. Я доволен. Во-первых, это мой первый опыт употребления в еду какой-то корейской еды. И он мне очень понравился. Надеюсь, что тебе тоже. И, ну, это вкусно. Это соответствует тому, что я считаю вкусным. То есть, мне понравилось. Мне прям действительно понравилось. Ну, и очень рад был тебя увидеть. Очень рад, что вместе с тобой мы сегодня все это попробовали. Приходи еще, мы с тобой обязательно что-нибудь еще вкусное вместе попробуем. Ну, и всего тебе самого-самого наилучшего. Любви, добра и удачи. Peace. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока. Пока-пока. Пока-пока-пока. Пока.